Добрый вечер всем, рад всех видеть, напоминаю, что с моей точки зрения урок воздвещается память Люба Мешков-Лизерсон, которая приложила много усилий для того, чтобы мы с вами могли учить книгу Ихискеля. В том плане, что она мне помогла и упорядочить текст, и сформировать это по-русски, и так далее, и так далее. Многие работы по изданию этой книги легли на ее плечи. А мы с вами продолжаем. И мне бы хотелось, как говорят, похлопать нас по плечу, самих себя, и напомнить вам, что мы с вами выучили очень важные вещи, разобрали то, что не в каждой аудитории мне удается объяснить. Мы с вами говорим о Ихискеле, который пророчество и любавили за 6 лет до разрушения храма, и он был угнан туда за 11 лет до разрушения храма. И первое видение, которое он видит, называется Маса Меркаба, видение колесницы, когда образ человека туманный, не совсем понятный, но очертания какие-то он видит сидящим на престоле выше небес. Небеса, как свет, застывший, как лед, как говорит его ученик Схарья Оракипаон, застывший свет. И под престолом, отделенные от Всевышнего, находятся ангелы, которые выражают силу народов мира. И задача Ихискеле показать, что дух того, кто сидит над небесами, он мгновенно распространяется на ангелов, на те силы, которые управляют народами мира. И нет никакой задержки между желанием сидящего на престоле и действием ангелов или действием тех сил, которые управляют народами мира. Это делается для того, чтобы сказать славям Израиля, что и в изгнании, несмотря на то, что представляется, что Всевышний Абдал сыновей Израиля во власть народов мира, несмотря на это, он продолжает властвовать и управлять всеми событиями через царей. Изгнание является наказанием. И мы досмотрели с вами такие четыре ступени, которые являются наказанием. То, что нового, я бы сказал, мы с вами выучили, что изгнание приходит не отдельно, одно закончилось, пришло другое, а каждый из них является следствием тех недостатков, которые возникли, которые не удалось преодолеть в предыдущем изгнании. Это первая глава «Видение колесницы». Дальше мы с вами посмотрели, что пророку очень тяжело воспринять те тяжелые пророчества, страшные пророчества. И Всевышний его как бы кормит свитком, на котором написаны, в принципе, это свиток Торы. Но он представляется как свиток, исписанный проклятиями с той и с другой стороны. И Ехискель в «Видении», скажем, он ест этот свиток, он начинает чувствовать сладость. Это не снимает все проблемы. Ему по-прежнему тяжело думать об изгнании, о страшных наказаниях, которые придут на сыновей Израиля. Но какая-то зацепка, какой-то слабый луч из конца туннеля у него есть. Иначе он бы совсем не справился со своей миссией. Дальше мы видели с вами, что Ехискелю было велено изобразить город на кирпиче, изобразить осаду. И он лежит 390 дней на одном боку и 40 дней лежит на одном боку, изображая на другом боку, изображая осаду Ирушалаима. И мы с вами говорили о том, что в конце ему дано повеление, после того, как он пролежал на одном боку и на другом боку, изображая осаду Ирушалаима, было дано повеление сбрить все волосы, которые на теле, и разделить их на три части, и треть сжечь как бы в городе, в изображении города, треть изрубить на части возле города, и треть завязать в подол, и из них взять часть волос и разбросать их. Мы говорили, что речь идет об образе, когда сыновья Израиля представляются как бы скрепленными накрепко со Всевышним, как волосы скреплены с телом. И мы говорили с вами, что, по крайней мере, такой образ считается в том, что волосы берут свою силу из каких-то глубинных основ тела, глубинных пластов тела, особенно те волосы, которые на голове. И Мальбин говорит о том, что волосы как бы представляют разные группы народа. Есть борода, которые представляют праведников, есть волосы на теле, которые говорят о людях, символизируют людей не очень праведных, и так далее. Но важно нам, что как бы пророк является образом щены, божественного присутствия, и волосы образом сыновья Израиля, которые были накрепко скреплены не как одежда, а как бы как часть тела, пускай внешняя, но все же часть тела были скреплены со щеной, с божественным присутствием. И вот теперь, когда наступает изнание, они отсекаются. Здесь Нехама задала вопрос, как представить себе волосы, что они символизируют. Есть больной Митсура, который заболевание, как мы помним, которое делает человека нечистым. И дается оно за лошонара, за дурной язык, я бы сказал, за неверную оценку ситуации. И вот Митсура, выздоравливая, когда он раскаивается, ему посылается выздоровление, он должен принести в храме жертву. И один из моментов он сбривает все волосы. Мы можем представить себе, что все волосы сбривают также, наверное, по другой причине, сбривают лебиты в пустыне, когда они посвящаются на служение, на служение в храме. Волосы сбривает Назир, когда он приносит свою жертву, когда он кончает Назиру, или когда у него, скажем, когда он не успевает закончить срок, и он получает туму, ритуальную нечистоту от прикосновения к мертвому, также он срезает волосы. Этот образ представляется мне сложным, но, тем не менее, я попытаюсь что-то сказать из того, что я понимаю. Хочу напомнить вам, что, в принципе, вот такое образное мышление при изучении Торы, особенно пророков, оно не очень разработано, и здесь приходится прокладывать как бы путь самим. Я хочу напомнить, для того, чтобы представить себе образ волос, хочу напомнить о году из Талмуда, из трактата «Брахот из переха кица адми в архима аля пирот», как говорят благословения на фрукты. Есть тогда, что Рабио Ханан выходил в сад Генесал около озера Кенерет со своими учениками, Раби Ами, Раби Аси, Раби Абагу и Реш-Лакишем. Он выходил к этому озеру для того, чтобы есть плоды. Для Рабио Ханана приеда плодов земли Израиля, она моментально превращалась в духовное действие. Так уж он был устроен, Рабио Хананан, что духовность в хорошем смысле у него была связана с материей, и материю он превращал в духовное действие. И вот, когда плоды ел Раби Абагу, то у него муха подскальзывалась на лбу. Муха – это образ дурного желания, и Раби Абагу, который жил в Кисарии, в городе, где полно римлян, где, естественно, обычаи и поведение не очень-то хорошее и достойное, он хотел, чтобы от него отошло дурное желание. И вот муха у него подскальзывалась на лбу. Реш-Лакиш, который был бунтарем, он мечтал сбросить себя власть Римлян, когда он ел плоды, то он бунтовал, видимо, произносил какие-то бунтарские речи, пока его не связывали. А вот про Раби Амин и Раби Аси говорится, что у них выпадали волосы. Понятно, что это Агада, которая не говорит о материальном действии, а говорит о каком-то духовном действии. Думаю, что волосы у Раби Амин и у Раби Аси оставались на месте, но в духовный такой образ, который дается, что у них волосы выпадали. Здесь можно вспомнить еще, прежде чем начать говорить, пытаться развернуть все эти образы, можно вспомнить и Сава, который был волосатым, а Яков говорит про него, что Ишхалак, он человек гладкий. Представляется, что можно увидеть ситуацию таким образом, что поскольку, по крайней мере, не знаю, как с точки зрения биологии и физиологии, с точки зрения образа Торы, волосы действительно берут какую-то внутреннюю силу и выводят ее наружу. Скажем, можно представить себе, что всегда есть задача выразить духовность в материальном мире. Не всегда это удается сделать напрямую, иногда через какие-то ступени, через какие-то, скажем, то, что называется цинцунс, какое-то сужение, какое-то сужение, какую-то приблизительность, образность. При этом можно сказать, что у человека есть, как мы все знаем, у него есть лицо, которое называется паним. Это множественное число от пан и пан, множественное число от сторона и сторона. Как бы две стороны паним. Что это означает, на что это указывает? Это указывает на то, что лицо – это как бы единственное, что есть у человека, что отражает его движение души. Есть внутренний пан, есть внутренняя сторона, есть внешняя сторона, и это отражает движение. И внешняя сторона как бы соответствует внутренней стороне. По ним две страны одинаковые или почти одинаковые, духовность находит, душа находит свое выражение через лицо. Но не всегда, скажем, душа может войти, выразить себя в этом мире или духовность выразить себя в этом мире. И она начинает как бы искать такие каналы, которые являются цинцум, уменьшенными, суженными, приблизительными. И это символ волос, которые, с одной стороны, берут свою силу из внутреннего, из тела, из глубинного, скажем, если остановиться на волоса головы, и с сил мозга, с другой стороны, они не выражают напрямую мысли человека. И невозможно глядь на волосы, понять мысли человека на лицо. Иногда можно глядь на лицо, можно угадать мысли. А вот глядь на волосы далеко не всегда. То есть это то, что называется цинцум, сужение духовности, для того, чтобы ее ввести в материальный мир. И также как бы говорят о том, что это, скажем, мотив, то есть то, что, опять же, то, что не находит прямого выражения в духовности, которая находит прямого выражения в материальном мире, и она как бы частично входит в него, или незаметно, или через цинцум, через какое-то сужение входит в него. Отсюда мы можем понять этот образ, что у раби Ами, у раби Аси, у них выпадали волосы. То есть раби Ами, у раби Аси мечтали о том, чтобы вся их Тора, как бы вся Тора входила в них, ничего не оставалось приблизительным, ничего не оставалось снаружи, ничего не оставалось невыраженным, как волосы на голове у человека. Не нужно ничего внешнего, все должно быть исключительно внутренним. И это действительно отражает характер этих мудрецов. То же самое можно сказать и о левитах, их посвящении, это с бритья волос, то есть чтобы все, как бы символ того пожелания, благословения Всевышнего, чтобы все, что дается, вся мудрость, которая приходит свыше, приходит из крама, благословение, которое приходит из слама, не выливалось, не выплескалось наружу, как нечто упрощенное, нечто мецунцам, нечто сжатое. Мы можем с вами представить также общий план такого рода, что Всевышний, как бы говорится, что 10 мер мудрости были даны миру, 9 были даны Рушалаиму, одна мера была выплеснута во внешний мир. После разрушения храма вся мудрость ушла и отошла из Рушалаима. То есть мы видим, что есть мудрость, есть силы, которые дает Всевышний. Хорошо, если для них есть такой сосуд, как Рушалаим, которые мудрецы Рушалаима, которые могут воспринять эту мудрость и потом передать ее. Не очень хорошо, когда эта мудрость вплескается во внешний мир, так сказать, без обработки должной. Она попадает в народу мира и искажается. И это тот образ волос, который есть, скажем, у Исаба. Все для него, как бы, основная сила, она уходит вовне. Нету того пневеют, нету того внутреннего, как бы, срастания, сживания, возможности воспринять то благословение, которое дает Всевышний, дает Ицкаку, дает его детям. Все, как бы, идет, идет в основном наружу, находит выражение, как физическая сила. То же самое, можно сказать, и про Митсура. Митсура, он, как бы, он, может быть, срок преступления заключается в том, что он видит, что он, может быть, правильно, но не выражает, правильно ли выражает искаженно ту действительность, высокую духовность. Митсура обычно были люди, которые, в общем-то, люди большие, которые допускали ошибки. Он неправильно выражает высокую духовность. Как очищение, он сбревает волосы. Думаю, что здесь, в Ихискеле, это не столько, может быть, речь идет о каком-то дальнейшем очищении. Но, в принципе, прежде всего, это наказание, когда сыновья Израиля, которые призваны быть проводниками божественного присутствия в мир, они отсекаются от этого божественного присутствия. Представляется вот таким образом. Я прошу прощения за сложное объяснение. Ничего более простого, никакой более простой схемы и более простых примеров я не нашел. Вот, теперь мы спросим Нихаму, что у него есть возразитель. По этому поводу. Надо включить микрофон, Нихама. Нет. Алло. Да. Ой, извините, я думаю, я включила. Нет, я не хотела возражать. Просто вообще это очень сложная тема. Как бы она очень неоднозначная, действительно. Ну, как бы немножко. Может быть, если мы немножко затронули, тогда мы пойдем дальше. Хорошо? С вашего разрешения. Будем вернуться. Что я спрашиваю? Ну, просто как бы у нее так... С одной стороны, это один образ, но он играет по-разному в разных ситуациях, видимо. Ну, да, общая, общая, это то, что, как бы внутренняя сила, которая находит выражение во внешнем мире, но не всегда полностью, не всегда, как бы иногда, как духовность превращается в некоторый физический потенциал. Так, сейчас, секунду, секунду, я ищу то, что мне нужно, у меня это есть, должно быть. Должно быть. Так, да. Вот. После того, как были отсечены волосы, часть из них была сожжена, часть из них изрублена, и часть из них завязана в одежду, и часть из них развеяна, после этого Всевышний говорит, так сказал Бог Всесильный, это Ирушалаев среди народов, я поставил его, а вокруг него страны. То есть, в этой фразе слышится упрек нужным, что значит это Ирушалаев. Это Ирушалаев, вот, посмотри, он разрушен. Мы уже знаем, что это Ирушалаев, что речь идет об отсаде Ирушалаева. Что говорит сейчас Всевышний? Это Ирушалаев среди народов, я поставил его, а вокруг него страны, он говорит о величии Ирушалаева. Посмотрите на величие Ирушалаева, который Давид превратил в город мудрецов, а Шламо превратил и в город мудрецов, и в город храма, там, где было божественное присутствие, Ирушалаем, из которого исходило благословение, прежде всего, на землю Израиля, а затем и на все народы. Ирушалаем, который, говорит Всевышний, который я создал для того, для того, чтобы вы принесли знания, чтобы все народы пришли в Ирушалаем, чтобы вы принесли знания о едином Боге во все народы, это Ирушалаем, и теперь он разрушен. Посмотрите, какие страшные события происходят в нем, уничтожение его жителей, голод сначала, потом уничтожение его жителей, потом плены и знания. Это Ирушалаем, во что вы его превратили, этот город, который я поставил среди народов, поставил среди народов и вокруг него страны. Мы знаем, что есть такое, что образ, можно сказать, метафизический такой, что в несвятая святых находится камень, который был сотворен первым, а мы представляем себе, что если мы сегодня знаем о большом взрыве и будем пользоваться им как образом, то мы можем представить себе с научной точки зрения, что этот большой взрыв никуда не исчез, его последствия продолжаются, он продолжает его излучать, продолжается тепловое излучение до большого взрыва повсюду. Вот так же вот и здесь Вседышний сотворим мир сотворил из одной точки, но творение не прекратилось, и эта точка, она не как бы находится на грани духовного материального мира, она находится, в общем-то, повсюду. Эта точка как объект духовного мира, и она продолжает влиять на весь мир. Она и поддерживает, или, скажем, Всевышний, если так можно сказать, через нее поддерживает существование всего мира и дает благословение всему миру. Это Иерушалаев, земля Израиля. Медраж говорит, что она была сотворена первой, и поэтому ей присуща красота. Эрит-сви, земля красоты. Мы с вами как говорили, может быть, неоднократно, что красота – это, опять же, наверное, одно из сильнейших выражений духовности через материальный мир, потому что с точки зрения Торы, что такое красиво, это то, что, скажем, это материя, которая становится говорящей, которая рассказывает о чем-то. Человек может воспринять эту красоту. Яфе на иврите можно представить себе это слово как ешпе – есть уста, уста, которые расскажут. Ты смотришь, и вдруг ты чувствуешь, что за тем, что ты видишь, скрывается еще нечто, и вдруг это нечто начинает говорить, ты начинаешь понимать, не только видеть материальный мир, но и понимать духовную составляющую. Это есть красота, и поэтому земля Израиля называется Эритский. Земля красивая, то есть земля, где как бы пересекаются, материальная и духовная, и это духовное ты чувствуешь, и даже начинаешь понимать его. И, конечно, Ирушалаем – это квинтесенция всей земли Израиля. Это Ирушалаем среди народов, я поставил его, а вокруг него странный, говорит Всевышний. И посмотрите, говорит Всевышний в тот момент, когда он показывает сыновьям Израиля, через их ест, наглядно, что стало с Ирушалаемом, или что через короткое время станет с Ирушалаемом. «А он подменил законы мои злодействиям, которые принял у народов, а постановления мои заменил на те, что у стран, которые вокруг него, ибо с отвращением отвергли они законы мои, ибо с постановлением моим не ходили». Что же сыновья Израиля переняли у народов, когда еще при исходе из Египта Всевышний предупреждает, что по законам земли египетской, с которой вы вышли, не поступайте, и по делам земли Канаана, в которые вы приходите, не делайте, не поступайте. Что же они могли перенять? Прежде всего, нужно представить себе, что сыновья Израиля при всем том, при всех своих недостатках, и даже при, как говорят, не про нас будет сказано, при идолопоклонстве, которое вошло в их среду, если говорить о последнем времени, то в период царя, царя Юакима, вошло идолопоклонство в их среду, при всем, при всем, при всем этом сыновья Израиля всегда оставались на голову, на несколько голов выше, выше окружающих народов. Однако требования к ним гораздо выше. Эта позиция всегда комментария до отца Фрим, который говорит, что на сыновей Израиля была возложена обязанность не только подняться на высокий духовный уровень, быть выше других народов, обязанность была повлиять на на все другие народы. И, как бы, то можно сказать, что человек или народ судят не только за то, что он сделал, как мы привыкли полагать, человека судят и за то, что он не сделал, за то, что было на него возложено, а он не сделал. Секунду, мы с вами пойдем дальше. Всевышний объясняет, за что это наказание, показав свою тяжесть наказания, он объясняет, за что это наказание. Что значит подменил законы мои злодейства, которые принял у народа? Как это можно понять? Сыновья Израиля, вместо того, чтобы стать примером для других народов, примером честности, справедливости, они стали, как соседи, извращать суд, притеснять бедных и вдов, и зерот. И, скажем, не заблюдали это правило, пусть не различая лиц в суде, оправдывали власть имущих. И еще понятно, что Ихискель не единственный, кто говорит об этом, об этом говорят и другие пророки. Пророк Ичаял говорит, он говорит такими словами, омойтесь, очиститесь, удалите зло поступков ваших глаз моих, учитесь делать добро, добивайтесь справедливости, судей, освободите угнетенного, рассудите сироту, с его притеснителем вступитесь за вдову. То есть мы понимаем, что все это было не на высшем уровне. И опять же, опять же, мы можем сказать, что не то, что как бы подменили законы, да, пророк в своем упреке идет как бы до конца, до крайности, не то, что подменили законы, а оказались под влиянием народов и многое-многое то, что есть у народов, переняли, не переняли, скажем, а оказались под влиянием тех плохих качеств и свойств, которые есть у народов. В этом плане подменили законы. И отступили от той прямоты, от требования цедик, цедик, твердок, справедливости, справедливости, добивайся, да, отступили от этого и вроде все как бы не заменили законы Тор и законами царя Хамурапи, а просто те высокие духовные качества, которые требуются для того, чтобы судить и для того, чтобы управлять народом, они ушли. Вот, ушли. И это то, о чем говорит и Ишая. В этом плане подменили законы мои злодейства. Подменили злодейства. Всевышний относится к такой подмене, как злодейство. Хотя, конечно, что если кого-нибудь в то время остановить на улице Рушилаема, остановить какого-нибудь судью или одного из правителей и сказать, ну, как же так? Он бы сказал, ну, как так? Мы все делаем по закону Торы. Это был его ответ. Закон Торы остался только формальным, а когда ушли духовные качества, то постепенно ушла и суть закона. И неважно уже, что он соблюдается формально, Всевышнего это не интересует. Постановление мои замедили на тех стран, которые вокруг него. Это очень здесь на еврите хуким постановление. Мы обычно говорим, что мишпатим это суды, а хуким это постановление непонятной законы. Ян сказал так, что мишпатим суды это то, что связывает человека и человека по крайней мере в основном. И поэтому эти законы более-менее понятны, хотя есть вкрапления такие, которым можно удивиться. Но в принципе мишпатим они связывают человека и человека и тут понятно украл, отдай, побил, заплати. Если кто-то упаси бог убил кого-то, ему полагается смертная казнь, то мишпатим они строятся по принципу мера за мера, они более-менее понятны, потому они понятны, потому они и понятны, что они связывают человека и человека. А вот хуким законы непонятные, они связывают человека и Всевышнего, и потому они непонятны, потому что непонятно, как эта связь строится. она есть, она как бы никуда не девается и не исчезает, но она остается непонятной, это хуким, это законы связывающие человека и Всевышнего, и они были забыты, забыты и скажем, да, можно сказать, что не во все времена, но были времена, когда они действительно были забыты и скажем, во временами наше идолопоклонство процветало и в храме стояло изображение идола и понятно, что это понятно, что об этом можно сказать, что заменили мои восстановления куким у тех, которые есть у народов мира, пошли по путям идолопоклонства. Можно сказать, что уже нет этого изображения, во имена царя Юшиагу, царя праведного, вынесли это изображение из храма, уничтожили его. Проблема в том, что не было раскаяния, полного раскаяния, не осознали, насколько страшно идолопоклонство, насколько страшные дела творились над царями наше. И во времена царя Юакима предавоклонство также оно не запрещено и оно продолжает проникать в страну. Ихискель, как мы понимаем, он оказался в Бавиле после того, как Юаким был уведен в плен царем Небухуднецаном, но тем не менее, скажем, все проблемы, которые родились в его время, конечно, Циткиягу, который стал на его место, он не мог это исправить. Поэтому, можем сказать, постановления мои заменили на те стран, которые вокруг него подменили служение Всевышнему идолопоклонству. Но, опять же, мы можем с вами сказать, что наказание приходит не только за этого поклонства, а не только за то, что не исполняют заповедь, пусть не будет у тебя богов запрета, пусть не будет у тебя богов других перед отцом моим, но и за то, что лишили мир возможности соприкоснуться с истинными знаниями, с истинной верой, за это возлагает соответственность на сценарии Израиля. Поэтому мы с вами в сценарии мои не ходили. Теперь следующее продолжение. Поэтому так сказал Бог Всесильный, поскольку в буйстве своем вы превзошли другие народы, которые вокруг вас по восстановлению моим не ходили и законы мои не исполняли и даже по законам народов, которые вокруг вас не поступали. Прежде всего начало в буйстве превзошли в бунте своем, превзошли другие народы. Почему превзошли другие народы? Другие народы у них открытые и откровенные идух идух поклонства. Почему основья Израиля можно сказать, что они в бунте своем превзошли другие народы? Очень просто. Хотя бы потому, что Всевышний посылал к ним пророков, которые предупреждали и говорили, чтобы отошли от этого баконства. Я уже не говорю о том, что не должны были скатиться в это баконство, поскольку получили Тору у горы Синай. Были истинные знания о Боге, которыми пренебрегли. Даже если не говорить об этом, то Всевышний посылал им пророков, как Всевышний говорит, каждый день вставал я и с утра посылал им своих посланников. Не только Иеремияу, не только Иеремияу, множество было пророков, которые обращались к сыновьям Израиля и, несмотря на это, не оставили идового поклонства и не вернулись к высокой морали, которой должны придерживаться сыновья Израиля. Поэтому так сказал Бог Всевышний, что у нас здесь осталось, не ходили, законы мои не исполняли, даже по законам народов, которые вокруг вас не поступали. Это трудная фраза, которую Мальбим объясняет так, в чем можно упрекнуться новей Израиля, что они не поступали по законам народов мира, которые вокруг них. Он говорит, что у народов мира не принято отказываться от своих богов. Вот какое есть божество в данной стране, тому и служат, и этого божества и придерживаются. мы видим, что можем представить себе, что даже в период эллинизма, в период завоевания Александра Македонского или после него его боговодства, когда Аптолемей завоевал Египет, то там в принципе продолжается служение тем же богам, которым служили в Египте. Египет не становится откровенно на пути эллинизма, там продолжается служение тем же богам. Для того, чтобы оторвать народ от служения его божества, нужны большие усилия, просто так не выбрасывают свои божества. А сыновья Израиля не поступали по законам или по обычаям других народов и взяли и отказались от Всевышнего, несмотря на то, что другие народы от своих идут ничего не получали, если только они фантазировали и придумывали что-то, но реально ничего от них не получали, а сыновья Израиля всегда получали от Всевышнего защиту и благословения, и защиту и благословения. И несмотря на это отказались от Всевышнего. И Еремен-Ягу упрекал сыновей Израиля такими словами. То есть мольби мне на пустом месте взял этот комментарий, взял это объяснение что значит не поступать даже по законам других народов не поступали, что это относится к тому, что народы не меняют идут, он это взял не на пустом месте, пророк Еремен-Ягу говорит, пройдите по островам Китима, посмотрите в Кидар, в Кидар пошлите и вглядитесь и отметьте, бывало ли где подобное, изменил ли хоть один народ божеством своим, а ведь они не божества, а мой народ заменил славу свою на пустое, два зла совершил народ мой, меня источник воды живой оставил и высекли себе водосборники, которые не удерживают воду, то есть то, что реально дает благословение Всевышнего, которое реально дает благословение, оставили и подменили, заменили на поклонение божествам, которые ничего им не дают, и это не похоже еще раз на все другие народы, которые могут поссориться со своими божествами, могут их упрекать за то, что они им не помогли, но не выбрасывают их. Поэтому сказал Бог все сильнее, вот поднимусь на тебя и я и произведу суд среди твоей на глазах у народов этих. И дальше тяжелые слова, и сделаю тебя за все отвратительные дела твои, то, чего я не делал, и то подобного, чему не сделаю. И поэтому отцы съедят детей внутри с тем твоих ирушалаем, а дети съедят отцов своих, и приведу на тебя наказание и развею все, что останется от тебя во все стороны. К великому сожалению, здесь можно видеть некоторую аллегорию, но здесь к великому сожалению, это имеет буквальный смысл. Мы понимаем, что во время осады голод был таким, что люди ели и павших, и были случаи, когда и убивали детей для того, чтобы съесть их. Тармитраж приводит целый ряд примеров, на которых бы я не стал останавливаться, потому что вещи тяжелые, но здесь само собой понятнее можно догадаться. И приведу на тебя наказание, и развею все, что останется от тебя во все стороны. Тут можно представить себе такую параллель. Сначала Всевышний сказал, что Ирушалаем это центр мира, поставлен в центре всех стран, а теперь, когда уничтожается это, не уничтожается, как бы благословение из этой центральной точки прекращается, то центростремительная сила перестает действовать, и все разлетаются в разные стороны, во все стороны разлетаются от Ирушалаема, от центральной точки мира. Морал говорит о том, что слово геула и гула и геула отличаются то, просто я вас запутаю, и лучше мы сделаем шаг в следующий шаг. Нехорошо прерывать на половину слова, но просто я чувствую, что нету сил объяснить, так, чтобы вас не забудут. И поэтому, как верно, что живет я, сказал Бог всесильный, так верно, что придет наказание за то, что ты отсквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми отвратительными делами твоими, и я умолю достоинство твое, не пожалеет тебя глаз мой, и я тебя не помилую. Одно из наказаний это унижение человека и унижение национального достоинства. Люди это тяжело переживают. И поскольку унизили достоинство Всевышнего, отсквернив его святилище мерзостями своими и был период, когда это было буквально это в период царя Минаше и в период царя Омона. Минаше правил 52 года. Омона, правда, поскольку он как бы уже совсем превысил меру отвратительности, я бы так сказал, его убили, а через три года его правления. А вот Минаше терпели и не только терпели, а в общем-то и были довольны, потому что период Минаше страна процветала, она была под защитой Ашура и постепенно превращалась в провинцию Ашура даже настолько, что в период Минаше израиля начали говорить на сирийском, на Ашуре. И поэтому ты осквернил святилище мое, прежде всего осквернили храм, внеся туда в период Минаше, внеся туда изображение всеми мерзостями твоими, всеми отвратительными делами твоими, и я умолю достоинство твое, не пожалеет тебя глаз мой, и я тебя не помилую. Тут можно сказать, что достоинство сыновей Израиля это одновременно и достоинство Всевышнего. Как нам скажет позже Еферскель в 36 главе, что изгнание сыновей Израиля это само по себе химун Гошема склонение имени Всевышнего. И народы говорят, народы говорят, где их Бог, потому что они оказались в изгнании, кто их, никто их не защитил, где их Бог, каков же их Бог. И это химун сказать, Маше в свое время воспользовался этим. И он как бы уговорил Всевышнего не уничтожать народ, для того, чтобы египтяне не сказали, как же так Всевышний вывел народ из Египта и уничтожил его. Наверное, у него нету сил привести их в землю Израиля, и он их уничтожил, поэтому в пустыне. Как говорит Маше, зачем же египтяне будут говорить так? И этого как бы явилось аргументом. Образно говоря, Всевышний как бы сообразил, говорит, правда. Зачем же это нужно? Такое оскорнение имени Всевышнего, чтобы все народы думали, что я бессилен, оставлю-ка я лучше их живых. Образно говоря, не нужно придираться к словам, просто для того, чтобы объяснить мысль. А здесь будет снизведено достоинство сыновей Израиля чуть ли не до земли, до самого низкого уровня, и вместе с ним, вместе с этим достоинством Всевышнего, и Хискель даже не может открыть рот и сказать Всевышнему, зачем это нужно, потому что настолько тяжелые грехи, что нет другого способа очищения, пиромика, как через страдания и изызгнания. И еще одна секунда, и мы постараемся с вами обсудить. Третий своих жителей Ирушалаем умрет от болезни и скончается от голода внутри тебя. Здесь идет объяснение напрямую тех знаков, которые были даны через Иискель. Мы помним с вами волосы, треть волос тут, треть волос там, и треть волос завязать в подол. Третий из своих жителей Ирушалаем умрет от болезни и скончается от голода внутри тебя, внутри города, а треть падет от меча в окрестностях твоих, а треть разбею во все стороны и обнажу меч посред им. И выплесну на них весь гнев свой и обрушу на них ярость свою и утешусь, наказывая их, и когда выплесну всю свою ярость на них, узнаю, что я Бог, говоривший, желая отомстить мекома. И непонятно, что здесь наказания никогда не бывает ради наказания. У Всевышнего месть не бывает ради мести. Всегда желание Всевышнего, чтобы исправить ситуацию. То есть, если наказание ни к чему не приведет, не надо наказывать. Зачем? Если месть как бы по принципу мера за меру наказания по принципу мера за меру месть ни к чему не приведет, не надо наказывать. Есть надежа вернуться. И здесь я бы хотел сказать, напомнить, что мы уже столкнулись с двумя противоречивыми посылками в нашем рассказе. Одна, которая вытекает из того, что вытекает из того, что Ехискелю сказано услышат тебя или прекратят слушать, говори, пусть знают, что пророк был среди них. И мы с вами сказали, что после разрушения храма отношение к пророчеству к Еременягу изменилось. С другой стороны, мы с вами говорили о том, что Всевышний ставит Эхискелю дозорным. И в каком плане дозорным, что распространенным явлением будет то, что люди, даже праведные люди, а может быть и особенно праведные люди, скажут после разрушения Иерушалаима, что нет смысла продолжать соблюдать заповеди. Мы молились, мы просили, мы все делали, и вот, что получилось, нет смысла продолжать соблюдать заповеди. Две противоположные посылки. Нужно сказать, что как бы всегда нужно представлять себе, что в народе есть несколько групп. Есть группа, которая одумается, даже может быть, владеет, одумаются и обратятся к пророку, а есть праведники, на которых разрушение Иерушалаима произведет столь сильное впечатление, что нужно будет с ними разговаривать и уговаривать их, и может быть, тогда они не оставят соблюдение заповедей. То есть, если встречаются противоречивые друг другу посылки, касающиеся состояния народа, взгляда на вещи народа, то это значит, в народе есть разные группы, речь идет о разных группах. Здесь я остановлюсь с вашего разрешения. Прежде всего, я хочу спросить вашего совета, как нам идти по всему тексту, или мы можем выбрать с вами наиболее яркие моменты и посмотреть их, как вам лучше. То есть, разбирать весь текст подряд, или построить какую-то линию, общую картину пророчества Ихискеля, выбрать наиболее яркие моменты. Что скажете? Наверное, по тексту. По тексту. все интересно. Все интересно. Ну, я очень рад, потому что мне самому все интересно. У меня возникает естественный вопрос. Мы вместе, или я что-то излагаю, а вы уже где-то потеряли нить. Но мы вместе, правильно? Правильно. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Есть ли какие-то вопросы? Еще скажем, такой вопрос. Хоть немножко было понятно объяснение волосы как нечто внешнее по отношению к, скажем, если представить себе выражение духовности в этом мире, нечто внешнее. эта посылка была понятна, или я вас завел куда-то в деприк. Это понятное объяснение, понятная схема. Я очень рад, потому что я вам скажу честно, это между нами, мне в ивритской аудитории гораздо сложнее. Надеюсь, что это не из-за ограничений возможности языка. Жулок врезался огромный жулок. Что вы говорите? Ничего, ничего. Мне в ивритской аудитории несколько сложнее, потому что для того, чтобы заниматься этими вещами, как ни странно, нужна какая-то подготовка, нужно образное мышление, нужна способность обобщать, сопоставлять, понимать, что такое образ, что такое метафизика. Если нужна какая-то натренированность в этом плане, то, что называется ассоциативное мышление, не прямое математическое, хотя в математике тоже современное ассоциативное мышление, но как в классической математике и дифференциальном отчислении, допустим, там в основном не требуется такого ассоциативного мышления. А здесь нужно ассоциативное мышление особо какая-то натренированность. И часто в эвридской аудитории, там, где изучают Тору, ты наталкиваешься на то, что этой натренированности нет. Ну, это я так с вами поделился, это не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше, но просто есть такая проблема. Мышление должно быть развито во всех планах. Потому что это зависит от аудитории, тоже. На иврите разные бывают аудитории. Я не слышал нихамы, если можно еще раз. Может, все-таки это зависит от аудитории. На иврите тоже очень разные бывают аудитории. Совершенно. да, да, ну, вот это то, с чем я сталкивался. В Махон-Мейре? Не только в Махон-Мейре, у меня там уроки по-русски, есть уроки на иврите, и там несколько сложнее. Там несколько сложнее, как бы нету такой быстроты, реакции, по-крайней мере, нету. Ну, это я так поделился, это не принципиально важно. Хорошо. Есть что-то, что еще хочется спросить? Что-то было? Можно вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, по поводу волос Шиншона, то, что он с детства не брил, и по поводу Назиров, почему они растили волосы? В чем здесь метафора? Очень хорошо. очень хорошо вы говорите. Здесь как раз Шиншон очень-очень яркий пример. Сила Шиншона, она духовная. О нем говорится, что когда он идет, с ним идет щена. И как бы щена связана с его волосами. И здесь мы как раз понимаем, что духовность как бы, она в принципе должна находить какое-то свое выражение в этом мире, но я бы сказал, как чудо, как какое-то благословение. То есть духовность должна находить действительно как чудо. Духовность входит в этот мир, приходит, допустим, ангел появляется, ангел сам по себе существует не время, не пространство, и он изменяет материальный мир, подстраивает его под себя, привносит в него духовные категории. И тут тоже как бы, скажем, когда Всевышний выводит народ из Египта, то говорится «Анконфейн и Шалим взял на крыльях орла». Это как бы буквально в том, что передвигались за короткое время, проходили большие расстояния. То есть духовный мир, в котором нету расстояния, он входит сюда, и он изменяет, немножко подстраивая под себя материальный мир. А есть, когда духовность входит в этот мир, как благословение, она незаметно расширяет рамки этого мира, то есть как Ицхак, который сеет и собирает стократный урожай, с одной стороны урожай, ну все может быть, а с другой стороны понятно, что это какая-то сила, которая вошла в этот мир и дала огромный урожай. У Шемшона то же самое, но еще как бы большее скрытие духовности, еще большее скрытие духовности, она выражается как физическая сила, как физическая сила, и на это указывают волосы Шемшона. Сила его, источник его, это духовность, но духовность входит не в этот мир, не как громы и громы молнии, которые он звучает, или еще как бы, скажем, как страх, который приходит на врагов, как скажем, пророк Шмуэль, он приносит жертву, и враг бежит, и враг бежит, духовность пошла в этот мир, страх слился в сердца врагов, и они побежали. Шемшона не так, у него духовность входит в этот мир, как материальная сила, как материальная сила. Это то, что касается Шемшона. То, что касается Назира, у вас вопрос совершенно правильный. Здесь как бы здесь волосы Назира это как бы образ, который мы найдем в комментаторах в Торе. Здесь волосы Назира символизируют опять же Назир хочет достичь святости, хочет удалиться от нечистоты и в этом как бы в этом видят или действительно в этом есть проблема его привязанности к материальному миру. Назиру понимается так, почему я не буду пить вина, почему я беру на себя обязанность не прикасаться к мертвому и стараться приблизиться к духовному миру, потому что меня все время бросает в материальную сторону. Есть примеры с Гемары Шимон в аншетах и человек, скажем, который был очень красивым и все, но просто чтобы не вдаваться сейчас в подробности представим себе, что желание человека устраниться от материального мира, человека, в общем-то, духовного, оно свидетельствует о том, что его тянет в материальную сторону и волосы, которые он обязан растить и не стричь, они служат напоминанием об этом и об этом и это не очень, как бы, скажем, хороший момент, это напоминание и он сжигает эти волосы, когда приносит жертву, он как бы говорит, я все, я с этим закончил, моя тяга к материальному миру и мой и последующий за этим рывок такой, желание быть святее, как бы, Кагена, это все, это закончилось. Вот можно представить для себя примерно такой рисунок, насколько я помню, Мальбин идет по этому пути, Мальбин, который больше всего занимается смыслом законов, он как бы идет по этому пути. Удалось что-то объяснить? Да, но возникли другие вопросы по поводу края бороды и по поводу висков. вопросов. Да, это понятно, понятно, что вопросов есть бесконечно, и давайте мы этот вопрос оставим на следующий раз, я ни в коем случае не, как бы, если есть вопрос, должен быть ответ, но я думаю, что здесь немножко по-другому, немножко по-другому, здесь нужно объяснить еще какие-то моменты, здесь с точки зрения Тора запрещено сбривать волосы, притвы, уничтожать корни в тех местах, где происходит как бы связь между верхом и низом, на висках, когда кто-то, упаси Бога, бреет волосы, притвы, он нарушает на виске, он нарушает сразу два закона, потому что есть соединение между верхом и низом, но я бы сейчас не хотел даваться подробностей, чтобы просто окончательно вас уже не запутать, обязательно, но просто я бы принял во внимание, что здесь все-таки немножко по-другому, здесь есть своя специфика, вот с необретем бороды и волос на висках, посмотрим. Окей. Спасибо. Хорошо. Что-то есть еще спросить? Да, можно еще вопрос по поводу отцов и детей, сыновей. В чем здесь метафора? Часто идет дочери, сыновья, отцы, матери, постоянная игра этих понятий. Что они в метафоре обозначают? представляется, представляется, что как представляется как метафора, что прежде всего говорится, конечно, в этом страшном моменте, о страшном наказании, чтобы содрогнулись. Как метафора можно представить себе, что говорится о замкнутом круге. Значит, если о замкнутом круге, что отцы съедят своих детей, старые грехи, они навяжутся, как бы, так можно сказать, нагажутся детям, и те останутся как бы в том же пласте, на том же уровне, что отцы. А дети со своими новыми проблемами, которые возникнут в Галуте, они как бы поглотят то положительное, что есть у отцов, и получается замкнутый круг. Нужно принять во внимание, как бы, все пророки, и торы, и пророки, они перекликаются друг с другом, и что мы знаем, последнее пророчество, которое как бы говорит о принципиальном исправлении, это малахи, которые заканчиваются словами, и вернет сердце отцов к детям, и сердце детей к отцам. То есть старое поколение даст толчок новому, а новое как бы выведет старое поколение на новый уровень. Это принципиальный момент, в принципе этим кончается все пророчество. Вместо того, чтобы крутиться в замкнутом кругу, одни как бы поедают, включают в свой круг новое поколение, старое поколение поедает новое, а новое поколение поедает старое, вместо этого сердце детей обращается к отцам, а сердце отцов обращается к детям. Можно представить себе так, то, что можно, как бы здесь этот образ довольно четко проглядывает. окей. Спасибо большое. Хорошо. Вот. И я хочу вам напомнить, что мне представляется, что мы с вами решаем очень важную задачу. Мы с вами возвращаемся по-настоящему возвращаемся к изучению пророков, поднимаем те пласты, которые много-много лет не поднимались, и это представляется очень важным для нашего времени, для периода возвращения в землю Израиля, для периода изменения, которые происходят во всем мире. Я говорю о положительных изменениях со всеми, скажем, отрицательными выбросами. Значит, очень-очень важно изучение пророков. Так что я желаю всем самого доброго. и с нетерпением жду следующей встречи с вами. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Всем счастливо и пока. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok